На Ярск приехала заслуженная артистка России Эвелина Блюденс. И сегодня она у нас в гостях. Эвелина, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня в роли Снегурочки. Тут так красиво у вас, снежно. Я гуляла вчера, смотрела, наслаждалась, поняла, что я должна быть Снегурочкой и у вас в эфире тоже. Мы очень рады вас видеть в роли Снегурочки в том числе. Вы приехали в наш город со спектаклем «Любовь по-итальянски». Абсолютно точно. И сегодня в музыкальный театр всех в 19 часов зовем. Будет весело, будет жарко, не будет снега, наоборот, мне придется переодеться в купальник. У меня вообще 18 переодеваний за этот спектакль. За кулисами у меня разложено огромное количество всяких вещей. Так что зрителю всегда интересно наблюдать не только за ходом действия, которое само по себе захватывающее, но и за красивыми костюмами, которые одевает моя героиня по мере представления. А вот кто шил эти костюмы? Российские, зарубежные, дизайнеры? Вы знаете, честно вам признаюсь, что все эти костюмы сочинила я сама. Я их сложила из того, что было, из того, что было в моей огромной гардеробной. Поэтому образы есть разные. Начиная от костюма с Адамаза, заканчивая какими-то ретро-купальниками, нереальными халатами, платьями, даже костюмом змеи, который когда-то мой муж Сашенька, для того, чтобы развлечь нашего сына Семочку, подарил мне на год змеи. Он был уже, наверное, несколько лет назад. Змееныш был Семочка, а я была в такой у меня шапкой, красивой платье золотой. И оно оказалось так в тему, потому что моя героиня Эва, она немножко змея. И такой костюм тоже пришелся к месту в нашем спектакле. А вот на что больше всего зрители реагируют в этом спектакле? Что удивляются, может быть, чему-то? Удивляются они в конце, но я не расскажу, чем закончилось, потому что там очень-очень серьезный перевертыш. Все шло-шло-шло, а потом это все так интересно переворачивается, что это, конечно, для зрителя шок. И, наверное, самые большие аплодисменты происходят именно в тот момент. Хотя во время спектакля, естественно, много всего, что очень радует, радует зрителей и как мужчин, так и женщин, потому что много есть даже каких-то нравоучительных вещей, которые через юмор, как мне кажется, намного сильнее усваиваются. Ну что ж, чтобы понять это все, нужно увидеть, конечно, своими глазами, поэтому, естественно, все красноярцы, я думаю, посетят. Ну а сейчас мы немножко к другой теме перейдем. Наша телекомпания довольно пристально следит за темой доступной среды в Красноярске, за темой инклюзивного образования. Ну и мы не можем вас не спросить у вашей деятельности в этом направлении. Вообще вас часто спрашивают о том, как вы решились показать и рассказать о своем ребенке все то, в общем, что вы рассказываете. Как вам кажется, вы смогли изменить отношение общества к таким особенным детям? Я абсолютно уверена, что мы изменили отношение общества. Конечно, не на 100%, конечно же, происходят еще ситуации неприятные, потому что не все люди сразу принялись с распростертыми объятиями. Но, тем не менее, даже если посмотреть шкалу отказов от таких детей, то она за годы жизни Семочки очень сильно изменилась. Таких детей оставляют в семьях, меньше делают абортов, когда есть опасения рождения особенного ребенка. Что касается инклюзивности, Семочка ходит в обычный детский садик. И вот вчера в Иркутске я встречалась с организацией «Радуга», где тоже многие детки ходят в детский сад, развиваются, учатся, занимаются. Поэтому, конечно же, нашим особенным детям важно общаться со сверстниками, у которых обычный набор хомосом. И мы за инклюзивность, и когда мы пойдем в школу, конечно же, тоже мы пойдем в обычную школу. И слава богу, что и наше государство все больше обращает свое внимание на эти проблемы и говорит о инклюзивности, и совершает какие-то шаги и поступки в этом направлении. Поэтому мы двумя руками, конечно, за то, чтобы это происходило, и происходило все больше и больше. А что касается действий с нашей стороны, то, конечно же, мы продолжаем рассказывать про Семена, вести семинары на портале, который помогает родителям больше развиваться. Это портал Медиа Сема, который мой муж Александр Семен создал для помощи в развитии таких деток. Поэтому мы, конечно же, надеемся, что с каждым годом все будет лучше, интереснее и правильнее, и наше общество все больше будет становиться толерантным. Но при этом есть люди, которые восхищаются, конечно же, вашим решением и смелостью, но есть и те, кто против этого, кто говорит о том, что вы некие очки себе зарабатываете. Понятно, что имеет место каждое мнение, но все-таки по вашим ощущениям, каких людей большинство? Ну, это не по моему ощущению. Я у себя в страничках в соцсетях даже не убиваю злобных писательниц. Я их оставляю, потому что если вот этот вот процент, а это действительно процент, один-два процента от ста, это ничто. Но я их оставляю, потому что если все будут говорить, какая хорошая мама, какая у нас замечательная семья, какой чудесный Семочка, но это уже будут такие сопли в сахаре. Я действительно не удаляю вообще никаких плохих людей, но единственное, бывают отморозки, которые пишут нецензурной бранью и так далее, таких людей я блокирую. Но если люди просто высказывают свое мнение, что я пиарюсь за счет ребенка, я это мнение не отрицаю, потому что я пиарю людей с синдромом Дауна. И я в этом плане эксклюзивный экземпляр среди нашего шоу-бизнеса, потому что это больше не делает никто. Синдром Дауна – это моя тема, я буду о ней говорить всегда. Если кто-то считает, что я за счет этого пиарюсь и набираю свои очки, ради бога. Очки набираю не я, очки набирают дети и люди с синдромом Дауна. А это для меня важнее, чем несколько злобствующих персон, которые льют на меня грязь. Вот вам, наверное, обычные мамы всей России пишут, и, наверное, очень много, и, наверное, какие-то советы просят, и вообще желание какое-то есть поговорить с вами. Вы физически успеваете ответить всем? Вы знаете, я не успеваю, конечно, всем ответить, но когда я нахожусь на гастролях, я всегда, вот сейчас я была в Казахстане, в Кыргызстане, если ко мне обращаются организации с особенными детками, я всегда устраиваю встречи, всегда мы в живом диалоге общаемся с этими родителями, я никому не отказываю. Конечно, когда пишут письма о каких-то конкретных вещах, то я направляю их туда, где им на этот вопрос смогут ответить. Это фонд Downside Up, это новый наш фонд, который буквально на днях открывается, синдром любви, поэтому есть много мест, где профессионалы ответят на вопросы. Я, к сожалению, не могу ответить всем, как решить ту или иную проблему, особенно если эта проблема касается каких-то заболеваний, я не доктор. Но что касается психологического климата в семье, что касается каких-то в голове направлений, это, конечно, больше к нам, и мы часто и встречаемся с людьми, которые стоят на распутье, вот нам поставили диагноз «рожать, не рожать, что делать, как посмотрят родители, как соседи, как коллеги по работе». Это, конечно, наша история, и этой историей мы занимаемся. Поэтому мы это дело не бросаем, мы идем вперед, мы набираем обороты, и огромное счастье, что 21 марта, в День человека с синдромом Дауна, на всех каналах мы имеем интервью, мы имеем программы, мы имеем огромное количество праздников, что детки с синдромом в Москве уже даже разрываются, они не могут попасть на все праздники, потому что их очень много. И поэтому спасибо моему сыну Семочке Семину, что он родился именно в моем животе и перевернул мнение общественности в нашем государстве. Спасибо вам за то, что согласились прийти к нам в студию, спасибо за интересный разговор.